Доброе утро! Вы смотрите телеканал ОРТ в эфире новости дня в студии Михаил Карин. 15 февраля одна из самых наиболее важных дат в истории 20 века. Сегодня ровно 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Торжественные мероприятия проходят по всей России, не исключение и Оренбуржье. Этой памятной дате посвящены десятки мероприятий по всему городу. Сегодня в Оренбурге в парке имени 50-летия СССР пройдет торжественный митинг, посвященный памяти погибших воинов. После состоится возложение венков к памятнику воинам-интернационалистам. А в 15.00 в Доме памяти пройдет городская акция «Афганистан. Наша память». На протяжении всего дня за этими событиями будут наблюдать и наши корреспонденты. О людях, которые спасали других ценой собственной жизни, смотрите в ближайших выпусках новостей дня. И к другим темам. Оренбуржцы получили первые квитанции за сбор твердых бытовых отходов. Жители области возмущены возросшими выплатами за вывоз мусора. Нам в редакцию обратились жители областного центра. По их словам, плата возросла сразу в несколько раз. Арчане столкнулись с неточностями в начислении. О других проблемах, связанных с новыми тарифами и способом их решения, узнала моя коллега Елена Еремина. Два-три пакета уношу в неделю. Пенсионер Василий Хуртин уверяет, больше мусора в неделю у него не накапливается. Но теперь, согласно новой норме, платить нужно за 31 килограмм на человека. В квартире Оренбуржца прописано сразу шестеро. Поэтому и сумма в квитанции за месяц вышла внушительная. Я платил 144 рубля. Сейчас принесли мне квитанцию 610 рублей. Вот это в четыре раза больше, чем это я платил. Даже несмотря на то, что в этом дворе отходы в мусорных баках не задерживаются, другие жильцы также не готовы платить по новым тарифам. Жильцы этого двора в целом довольны уборкой мусора с территории. Его вывозят вовремя. Здесь есть специальные контейнеры для пластмассовых бутылок. Но все равно тарифы нормы считают завышенными. Очень завышен. Что неужели я вот допустим 30 килограмм буду за месяц и 100 рублей платить за что? Я выношу, ну может быть килограмм 5-6, но не больше. В департаменте по ценам и регулированию тарифов поясняют, норматив накопления отходов рассчитан по сезонным наблюдениям в регионе. В восьми муниципальных образованиях проводили специальные взвешивания и измерения от ТБО, чтобы вычислить среднее количество за месяц. Когда расчет производили тарифы, 63% самого тарифа составляет затраты на сбор и транспортирование. То есть, сами понимаете, надо съездить за мусором, надо отвезти на полигон. Вот это основная часть, которая занимает в тарифе. Порядка 25% в тарифе – это оплата полигонов, которые осуществляют обработку и захоронение отходов. И всего 11% – зарплата и аренда. Если на одних территориях с вывозом отходов нет нареканий, то на других не установлены даже мусорные баки. У нас, начиная от улицы Красногвардейской, мы живем на Пушкинской, и до улицы Комсомольской ни одного бака не установлено. И по Адамбке в многих местах такое стоит, что баков нет. И, во-первых, нам надо на другую улицу бак нести, мусор. Меня обязуют платить. Раз у нас полигон мусорный не закрыт, я имею право вывозить туда. Еще одна мусорная проблема – ошибки в квитанциях. Неправильные документы получили жители многоэтажных домов в Орске. В них расчет по более высокому тарифу, как для частного сектора. Получила мусорную квитанцию и посмотрела, что у меня тариф стоит как в частном, в жилом секторе – 117,94. Я, значит, пошла в систему город, обратилась. Мне сказали, что нужно, например, заявление. Я им говорю, какое заявление, если всему дому, всем двухэтажным домам, которые у нас в советском районе, пришел такой тариф. Для решения вопроса арчанам посоветовали написать заявление на перерасчет. Им пообещали откорректировать тариф. Изменить стоимость в квитках можно, если количество прописанных и фактически живущих разнится. Пока известно одно – оплата за мусор также будет расти, как и любая другая коммунальная услуга. Елена Еремина, Георгий Бурлузский, Дмитрий Старостенко. Новости дня. Если и вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, наши корреспонденты готовы вам помочь. Наш сиреканал запустил круглосуточный телефон горячей линии. Его вы видите на своих экранах. Теперь оренбуржцы смогут в любое время и совершенно бесплатно рассказать о своих трудных жизненных ситуациях. Канатная дорога закрыта. Воздушный мост из Европы в Азию действовал в областном центре 13 лет. И пользовался популярностью не только у жителей города, но и у туристов. Однако сейчас специалисты говорят о том, что фуникулер не отвечает требованиям безопасности. Лишится ли Оренбург одного из своих главных символов? И что нужно, чтобы воздушная трасса снова заработала? Выясняла Ольга Энгельс. Кабины застыли на середине пути. Отсутствие дополнительного устройства по безопасности – одна из официальных причин остановки фуникулера. По мнению контролирующих организаций, именно этого оборудования не хватает для благополучного преодоления 200 метров канатной дороги. В региональном Ростехнадзоре подтвердили необходимость дополнительного устройства, объяснив это тем, что требования по безопасности постоянно меняются. Еще одна причина остановки уникальной воздушной переправы – нерентабельность. Ранее ее обслуживала организация «Лифт-сервис». «Канатка убыточна», – заявляют в управляющей компании. Теперь там подсчитывают убытки. Речь идет о сумме более трех миллионов. Мы эту дорогу практически финансировали за свой счет. То есть мы часть прибыли отдавали на погашение убытков по канатной дороге из тех работ, которые у нас основные. В городской мэрии подтверждают, что дотации на содержание подвесной дороги не выделялось. Средств на обслуживание не заложили и в 2019-м. Электроэнергия, зарплата сотрудников, эксплуатация ежемесячно обходятся в 100 тысяч рублей. «Сделаем обследование, заключим договор. И с 1 апреля по 1 ноября она у нас будет работать, как обычно работала. Принято решение в зимний период ее не включать, потому что практически пассажиров в зимний период нет. А потребление электроэнергии, другие расходные части очень-очень высоки». Сейчас канатная дорога больше аттракцион, чем средство передвижения. Она пересекает условную границу между Европой и Азией. Самый большой ажиотаж на ней летом, когда приезжают туристы. Именно для них воздушная переправа стала одним из главных символов областного центра. Оренбушты считают канатную дорогу необходимо восстановить. «Как развлечение, наверное, больше. Потому что, в принципе, река Урал не широкая, перейти по мосту две минуты». «Если лень, по мосту ходить только». «Ну, раз есть, значит, нужна. Люди отдыхают, катаются, любуются природой». «Придвижение через Урал и, в общем-то, наши достопримечательницы, наверное, будем смотреть». В городской администрации пообещали возобновить движение на канатной дороге к 1 апреля. Договоренность с новой управляющей компанией уже есть. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов. Новости дня. Очередная коммунальная проблема в восточной столице. Арчане вот уже три месяца не могут воспользоваться лифтом. Жители девятиэтажки вынуждены добираться до своих квартир пешком. Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья не справляются с нагрузкой. Какие нарушения допущены при монтаже подъемника? И почему управляющая компания не спешит решать проблему? Ответы на эти вопросы искали наши коллеги. Совсем без энтузиазма жители этой многоэтажки по улице энтузиастов возвращаются к себе в квартиры. Дом у четверть века. Еще в прошлом году здесь демонтировали старые лифты. Однако новые не запустили до сих пор. 18 ноября нам отключили лифты для того, чтобы поставить новые. Объявление было, что до 28 декабря все работы будут сданы. Но 28 декабря работники нам сказали, что все, лифты готовы. Только должна принять комиссию. Три подъезда, более ста квартир и десятки тех, кто не может ежедневно преодолевать такие препятствия. Я инвалид, например, второй группы. Я опускаюсь только по необходимости. Мне четвертый этаж, я поднимаюсь за 15 минут. Ходить невозможно. Должны это, наверное, учесть. По словам Арчан, за эти месяцы они не раз обращались в управляющую компанию. Однако там точные даты запуска лифта назвать так и не смогли. Свою позицию коммунальщики объяснили просто. Ждут решения комиссии. Приезжала одна комиссия, приезжала вторая комиссия. Я принимала участие даже в проверке. Уехали, все. Говорят, вот должны эти приехать, должны те приехать. Сейчас нам сказали, что должен гостехнадзор приехать. До сих пор никого нет. Журналистам в управляющей компании «Регионсервис» эту версию подтверждают. Установка лифтового оборудования занимается высота 43. Фактическая стоимость капитального ремонта более 4 миллионов рублей. Работа завершена полностью, но в ходе проверки были выявлены неисправности. Неисправности выявлены в ходе комиссии. И поэтому до конца этой недели высота 43 должна устранить. Однако в редакцию нашего телеканала попали документы, которые противоречат словам руководителя «Регионсервиса». Проверка действительно была. Обнаружено 5 нарушений. Но согласно этому акту все они устранены. Еще в понедельник Татьяна Рубцова лично поставила здесь подпись и приняла объект. Дальше слово за Ростехнадзором. Однако туда, как нам удалось выяснить в фонде модернизации ЖКХ, документы пока не поступили. Почему управляющая компания тянет время? И кто понесет личную ответственность за сорванные сроки? На этот вопрос Арчанам еще предстоит найти ответ. Алина Волохова, Наталья Бейкер, Николай Баранников. Новости дня. Прервемся на блок коммерческой информации, после которого продолжим говорить о новостях дня. Не переключайтесь. Это новости дня. Мы продолжаем. Сегодня в областном центре состоится концерт традиционной русской музыки. Уникальные песни «Урала» и «По Волжье» исполнит фольклорно-этнографический ансамбль «Перегода». Также гостей ждут русские народные игры, фольклорный театр. Принять участие в представлении смогут все желающие. Для всех оренбуржцев и гостей города организована ярмарка народных промыслов, а также выставка традиционного костюма оренбуржских казаков и казачек. Мероприятие пройдет уже сегодня вечером. Все подробности можно найти в официальных группах ансамбля «Перегода». Мир прекрасного на ощупь. Сегодня в областном музее изобразительных искусств состоится презентация нового творческого проекта. По словам авторов, главная цель проекта – дать прочувствовать красоту мира, собранного в коллекции музея. Не только с помощью осязания, но и с использованием обоняния и слуха. Гостей ждет тактильная экскурсия по основным коллекциям музея. Чтобы ощутить картины, участники экскурсии смогут послушать шум моря в картинах Айвазовского или, например, пение птиц и шелест листвы в лесных пейзажах Шишкина. После презентации проекта состоится тактильная экскурсия для слепых и слабовидящих детей. «Обильный край благословенный» продолжает свой творческий марафон по Оренбуржью. Крупнейший фестиваль самодеятельного творчества проходит на 16 площадках нашего региона. В этом году фестиваль «Обильный край благословенный» проходит в нашем регионе уже 29-й раз и посвящен двум важным датам – 275-летию Оренбургской губернии и 85-летию Оренбургской области. Среди участников – самодеятельные коллективы и сольные исполнители. Это певцы, музыканты, танцоры и представители театрального искусства. Отборочные этапы шли больше трех месяцев. В них приняли участие все муниципальные образования области. Лучшие номера будут показаны на 16 зональных площадках. Это огромная армия людей, характер которых отличается прекрасной позитивностью, умением преодолевать невзгоды легко, умением радовать других людей, делиться своим талантом, делиться своим настроением. Это на самом деле дорогого стоит, потому что это ведь помогает не только в искусстве, это помогает прежде всего и в жизни. Первый концерт прошел в Ташлинском районе. Там свое творчество также представили артисты из Лекского и Новосергиевского районов. Итоги самого народного фестиваля в Оренбурге будут подведены уже весной. Гала-концерт состоится 20 апреля в областной филармонии. В завершении выпуска новости из мира спорта. Завершается групповой этап женской баскетбольной Евролиги. В предпоследнем туре Оренбургская Надежда в тяжелейшей борьбе уступила польскому полковице. С подробностями Анатолий Юденич. Для обеих команд это была ключевая встреча. Победа Надежда гарантировала ей место в четверке, а значит и в плей-офф. Дополнительной мотивацией для Оренбуржиных было вернуть должок за фиаско в Польше. Поначалу все к этому ушло. Стартовую четверть хозяйки провели с преимуществом 18-12. А затем на площадке началась упорнейшая борьба. К четвертому периоду полковица подобрался вплотную. Польский клуб, тренируемый нашим старым знакомым Марошем Ковачиком, славится своей жесткой игрой. Но вчера полячки действовали сверх жестко, даже грязно. А постоянные удары и толчки не всегда фиксировались судьями. Конечно, игра была очень жесткая. Мы играли грубо, но в целом я очень довольна игрой и горжусь своей командой. В завершающей четверти единоборств было больше, чем собственно баскетбола. За две минуты до конца матча уступаем одну очко. И концовка просто валидольная. Наши штурмуют кольцо гостей, но все не точно. Те увеличивают отрыв с линии штрафных. Лапена берет тайм-аут и после комбинации из-за дуги бросает Виллер. Мимо. Затем Шилова. Мимо. На последних секундах Виллер перехватывает. Несется одна. Бросает. Мимо. Вообще процент попадания у нас был удручающий. Дальние броски всего три точных из девятнадцати. Но тут большая заслуга полячек, практически не позволявших бросать без сопротивления. Итог 59-55. Полковица вытесняет Надежду из первой четверки. Я очень горжусь своей командой, хотя игроки очень и очень устали. У нас была очень хорошая возможность выиграть этот матч, но, к сожалению, тогда, когда нужно было забить высокие очки, мы не смогли это сделать. В последнем туре через неделю Надежда обязана выигрывать в Италии и надеется на поражение полковица от Праги. Анатолий Юденич, Владислав Горбунов. Новости дня. Это все новости к этому часу. В дневных выпусках моя коллега Наталья Мороз продолжит рассказывать о событиях нашего региона. Я же с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова